У школьников семей спортивное настроение на протяжении всего учебного дня. Дело в том, что учатся они не в классах, а в спортивном зале. Руководство школы во всем винит подрядную организацию. Почему же строителям не хватило трех летних месяцев, чтобы подготовить школу к учебному году, выяснили мои коллеги. В средней школе номер 28 в эти сентябрьские дни полным ходом идут ремонтные работы. Первый звонок уже прозвенел, а значит, надо учиться, невзирая ни на что. Поэтому парты из учебных классов перенесли в спортивный зал. Теперь здесь проходит большая часть уроков. Благо, места хватает всем. Мы нашли кабинеты дополнительные, кабинеты самопознания, кабинеты технологии. Все сидят в учебных кабинетах. И спортзал, да. Однозначно, это временно, да. Он оборудован. Есть доски передвижные, мобильные. И они занимаются. Из-за ремонта в школе пыль стоит столбом, шумно, а коридоры завалены строительными материалами. Конечно же, все это создает неудобства. Подрядчик уверяет, что деньги на ремонт выделили только в июле. Поэтому и приступили к работам поздно. На объект зашли в 20-х числах. Пока люди искали, время тоже ушло. С момента, когда начали работать, 10 дней прошло. Подрядчик обещает сдать третий этаж в ближайшие дни. А когда же завершатся все ремонтные работы, неизвестно. Тем временем, пока спортзал превратили в огромный учебный класс. Уроки физкультуры проходят на улице вне зависимости от погоды. В городском управлении образования рассказали, что в школе полностью отремонтировали кровлю и систему отопления. Все же из-за того, что строители не успели сдать объект в срок, чиновники намерены подать на них в суд. Так как работы не завершены, выставлено пеньо, и сейчас готовятся материалы в суд. Мы обязательно объясним ситуацию родителям, будем разговаривать. Разговариваем, собственно, и будем здесь постоянно находиться. Ну и организацию работ по администрации школы мы тоже держим на контроле. Пока дети учатся в холодном спортзале, чиновники в теплых кабинетах не могут решить проблему школы. Как бы там ни было, будем ждать решения суда.